Ну, мы очень рады, что вы сегодня пришли в наш университет, в стены нашего старейшего технического университета, не только Нижнего Новгорода, но и Приволгского федерального округа. Большое вам спасибо, что вы проявляете такой живой интерес. Вот здесь места еще есть, проходите, садитесь. Ну, и я хотел бы рассказать, получается, долго, Василий Горьевич, да? Я про наш университет могу очень много рассказывать и долго, так, поэтому я не знаю. Как я могу ограничивать ректора? Нет, ректора надо ограничивать в первую очередь. 20 минут? 20 минут, хорошо, есть. Итак, дорогие друзья, ну, про наш Нижегородский технический университет хотелось бы рассказать. Ну, первое, это действительно старейший технический университет России. Мы произошли от Варшавского политехнического института имени императора Николая II. И вот в 1917 году, ввиду Первой мировой войны, университет был эвакуирован в город Москву. Ну, а далее нижегородские купцы его выкупили, и с тех пор вот он находится здесь, поэтому происходим мы от Варшавского политехнического института. Значит, за время своего существования наш университет подготовил 180 тысяч инженеров. Представляете, это целый город. 180 тысяч инженеров наших выпускников нижегородцев. Ну, вот здесь показано два важных документа. Это рецензия и свидетельство об аккредитации. Это говорит о том, что наш ВУЗ ведет на законных основаниях свою образовательную деятельность. И все специальности, все направления, о которых мы вам сегодня расскажем, попытаемся рассказать, они действительно законны у нас. На полном основании мы ведем свою деятельность по нашей, так сказать, лицензии. Да, ну вот, здесь говорилось о том, о чем я уже сказал. Здесь следует отметить, что около 80, а вообще-то на самом деле около 90, насколько я знаю, специалистов, людей, которые закончили наш университет, являются выпускниками, вернее, выпускники нашего института, являются руководителями промышленных предприятий Нижнего Новгорода и области, и вообще в России. Значит, наши партнеры, это практически все крупные предприятия, крупные госкорпорации. Университет действительно гордится своими выпускниками. Вот здесь маленькая риторика приведена наших выдающихся выпускников, наших преподавателей, которые работают в нашем университете. Это я руководитель федерального ядерного центра, безусловно, это Росислав Евгеньевич Алексеев. Имя которого носит наш университет Игорь Иванович Африкантов, создатель ядерных энергетических установок для надводных и подводных кораблей, академик Российской академии наук и так далее. Ну, что из себя представляет наш университет сегодня? Значит, это 4 факультета, 4 института и 10 факультетов, 5 филиалов нашего университета, которые находятся в городах Павлова, Викса, Заболжья. Значит, 2 из них полноценных института, это Зержинский политехнический институт, Розамасский политехнический институт, 75 кафедр, 25 тысяч студентов, 400 аспирантов и докторантов и 3 тысячи преподавателей и сотрудников, которые ведут образовательную и научную деятельность. Вот, обучаем мы по 78 специальностям. Вот, если, так сказать, подумать, да, вот кратко сказать, каких специалистов готовит наш университет, то вот кратко сказать нельзя. Наш вуз готовит инженеров практически по всем специальностям, да, это и энергетики, это и ядерные технологии, это и химики, химическое машиностроение, я не буду, так сказать, как бы уточнять. Это и транспортные системы, то есть это мобилестроение, это и кораблестроение, авиационное строение, это и машиностроение, это радиотехника и информатика. Вот мне так подсказывают еще. Значит, у нас кроме технических специальностей есть специальности и экономические, и гуманитарные. Безусловно, пользуются авторитетом нашей специальности в области экономики и управления промышленным производством. Значит, есть у нас специальности, гуманитарные связи, значит, как у нас называется, связи с общественностью. Хотя наши выпускники, как она говорит, гуманитарные, да, но работают они и на промышленных предприятиях, практически многие пресс-службы предприятия возглавляют наши выпускники. Ну и вот, как вы знаете, у нас сейчас двухуровневая система подготовки специалистов, да, значит, у нас 41 направление подготовки бакалавров, ломатистов, 45 базовых школ. Я уверен, что, наверное, многие из вас здесь заканчивают в этом году наши базовые школы. Много времени мы уделяем научной работе, об этом отдельно можно сказать, поэтому у нас есть и диссерационные советы, и заканчивая наш университет, многие выпускники остаются в магистратуре, вернее, в аспирантуре, и потом в наших диссерационных советах защищают кандидатские диссертации. Говоря о нашем университете, говоря про научную составляющую, наш лозунг — это образование через науку. Буквально за один год мы выиграли несколько больших мегагрантов среди всех университетов России. Мы выиграли недавно мегагрант по привлечению ведущих ученых, и сейчас открыто фактически и функционирует уже уникальная лаборатория, единственная в России по криогенной наноэлектронике, мы будем исследовать космическое излучение, которое идет с границ Вселенной в области терагерцовых волн. Недавно наш университет стал победителем открытого конкурса по развитию инфраструктуры ВУЗа, в результате чего мы выиграли 90 миллионов рублей университет, который идет на покупку, на закупку уникального оборудования, которого у нас нет, и будут образованы 5 инновационных центров по профильным направлениям, по ведущим направлениям в нашем университете. Ну вот говоря о приеме, да, значит, безусловно, мы остановимся на приеме 2011 года, который только недавно совершился. Можно сказать уверенно, что прием прошел достаточно, недостаточно, а просто успешно. Мы закрылись в первую волну, значит, и 4 августа мы подписали все приказы уже о зачислении к нам в университет. Значит, вот прием. У нас самый большой бюджетный прием в технические университеты Приволжского федерального округа. Это, вот здесь видно, да, 2332 человека, из них в очной форме 1628, в магистратуру 404 человек ведут, безотрывные формы 300 человек, и целевой прием, об этом тоже можно сказать более подробно, от Министерства образования и науки, это 316 человек. Это целевой прием для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в основном, да, это прием для госкорпорации Росатом и Министерства промышленности и торговли. Так вот, по цифрам целевого приема мы, опять же, одни из ведущих в Приволжском федеральном округе, я уже не говорю про Нижний Новгород. Ну и надо сказать, что всего на первый курс мы приняли где-то около 4600 человек, с учетом приема на так называемые платные формы обучения. Ну понятно, всем интересно, где мы будем учиться. Вот вы находитесь в нашем актовом зале, актовый зал, один из лучших актовых залов в университетах Нижнего Новгорода, здесь где-то около 500 человек, но мы сегодня вот посчитали, что здесь находится 800 уже человек, я бы сказал. Все вы пересчитанные ребята, так сказать, так что не переживайте. Вот наши корпуса, которые вообще прекрасны, да, вот видите, сейчас мы тут полистаем, значит, я вот назад, назад не получается. Вот здесь вот у нас третий корпус там будет показан, значит, это один из старейших корпусов, это архитектурный памятник Институт благородных девиц, который был еще до революции открыт. Говорит, ну может быть, наверное, из вас кто-то приехал из области, из других городов, не знаю, но тем не менее мы единственный вуз, который строит общежитие. Значит, вот здесь показано новое общежитие, которое у нас строится в районе, в районе Верхнего Печора. Вообще у нас территориальный университет расположен в двух таких глобальных местах. Это вот эта площадка, территория улицы Минина, и большие корпуса у нас, и общежития там живут новые. Это микрорайон Верхнего Печора. Далее, вот, наверное, вам интересно, все-таки, кого мы готовим, значит, слово магистр, бакалавр и специалист, все слышали, да, ну что это такое. Итак, у нас, как бы, несколько форм образовательной траектории существует. Значит, первое, так сказать, есть бакалавр по различным направлениям, обучение происходит четыре года. Далее, можно поступить в магистратуру, где продолжается обучение по направлениям, так, или вы можете с одного направления бакалавриата поступить на другое направление магистратуры, это тоже возможно. Вот обучение два года происходит. Таким образом, чтобы стать магистром, нужно проучиться шесть лет. Есть другая траектория, это специалист, это, в общем-то, традиционный, скажем так, инженер, где происходит образование пять лет. И, кстати, наш университет, один, опять же, из немногих, и фактически по количеству специальностей и специалитета, единственное, у нас девять новых специальностей на сегодня, вот они здесь показаны. Видите, это новые специальности, по которым идет подготовка специалистов. Значит, все, я могу сказать, что и бакалавр, и магистр, и инженер, это люди с высшим образованием, но они разные траектории. Вот те специальности, которые у нас есть в университете. Значит, это ядерные реакторы и материалы, атомные станции, проектирование эксплуатации, инжиниринг, далее проектирование технологических машин и комплексов, самолеты-вертолетостроения, стрелково-пущенное, артиллерийское и ракетное оружие, наземные транспортные технологические средства, транспортные средства специального назначения, химические технологии, химические технологии промышленных, энергонасыщенных материалов и изделий и таможенные дела. Ну вот, все восемь первых специальностей, как вы видите, это специальности обороны промышленного комплекса. Вы знаете, что у нас Нижний Новгород, это арсенал России, и, в общем, фактически все предприятия, которые работают с ОПК, имеют высокий уровень заработной платы, имеют хорошее трудоустройство. Вот как вы считаете, вот восьмая специальность, химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий. Думаете, что это такое? Так вот, очень энергонасыщенный. Кто знает, кто упрямит без экзаменов? Кто химию хорошо знает? Сейчас в школе, кстати, опыта химические проходят или нет? Нет? А у нас проходят. Это вообще взрывчатые вещества, правильно? Что может быть более энергонасыщенным? Ну и далее пойдем. Да, если говорить вообще о направлениях подготовки, я вот говорил, что наш ВУЗ действительно политехнический, то есть вообще у нас в экономике нашей страны приоритетные направления развития науки, технологии и техники. Так вот, вот здесь показаны приоритетные направления, так сказать, науки и техники в России. Так вот у нас по всем, я не буду перечислять, по всем направлениям идет обучение в нашем университете. Ну и, как бы говоря о нашем университете, нельзя не сказать, я еще пять минут буду хвалить наш университет. Вы согласны? Да. Отлично. Так вот, коллеги, кроме того, о чем я сказал, про, в общем-то, действительно те гранты, которые мы недавно выиграли, причем, так сказать, где-то вот из 600 ВУЗов, да, которые подавались, только 40 выиграли, значит, это в первом по мегагрантам, значит, из 150 ВУЗов России, 20 ВУЗов, в том числе и Нижегородский технический университет. Значит, мы еще являемся базовым, и точнее опорным пунктом, опорным ВУЗом Госкорпорации «Росатом» в Приволжском федеральном округе. Значит, на базе нашего ВУЗа, значит, мы являемся главными в Ассоциации технических университетов Приволжского федерального округа. Мы являемся базовым ВУЗом по подготовке кадров для ОБК и выполнению гособоротзаказов в Приволжском федеральном округе. Поэтому вот даже это говорит о том, что, так сказать, это у нас действительно ведущий технический университет Приволжского федерального округа и Нижнего Новгорода. Безусловно, ну вот этот прием этого года показал, что действительно есть большой интерес к образованию, получению образования в нашем университете. Всегда вот вас волнует что? Ну, процесс обучения, понятно, он, так сказать, интересен с одной стороны, но, безусловно, всех интересует, где мы будем потом работать и сколько зарабатывать. Это такие правильные вопросы. Так вот, у нас 98% выпускников трудоустраиваются по специальностям. Ну, 2% женится, уходит в декрет. У нас, кстати, не секрет, что у нас где-то примерно 40% девушек, 60% мальчиков, да, и вот все девушки всегда уходят замуж, а наших мальчиков, то есть. Это девушкам, вот я просто сразу говорю, практически все, большая конкуренция среди мужчин идет за такие вот вопросы. Поэтому большинство, выпускников и большинство, 98% туда устраиваются, имеют приличную заработную плату. Значит, у нас 4 или 5 предприятий Росатома, это крупнейшие предприятия, от Атомэнергопроекта, КБМ, Атом, значит, НИИС, научно-исследовательский институт измерительных систем, Федеральный ядерный центр, где заработная плата там от 40 тысяч выше. Очень много сейчас работает высокотехнологичных предприятий, которые создаются или созданы нашими выпускниками. Это Мера, Телма и другие, вот сегодня, по-моему, представители, да, у нас здесь есть, они выступят. Поэтому все вы имеете практически 100% шанс, ну кто до 5 курса, до 6 дойдет, надо иметь в виду, так сказать. Не все доходят, скажем честно. Но если стараться, так сказать, то доходят. Вот, имеют шанс получать и приличную зарплату, и быть трудоустроенными. Поэтому Политех, это ваш путь к успеху, это формула успеха, и мы все приглашаем вас в наш технический университет. Значит, спасибо за внимание, я когда-то 20 минут уложился. Если есть вопросы, я готов ответить сейчас, но вопросы у нас будут, наверное, и позже, так сказать. Поэтому, если сейчас ко мне есть вопросы, я готов ответить. Уважаемые гости, есть микрофон, в центре зала стоит, кто готов сейчас задать вопрос. Если вопрос, как бы, формулируй... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok